всем добрый день как слышно меня отлично достаточно много на сегодня собралась думал что будет намного меньше но читал в чате у всех жара у нас тоже жара еще в этом месте снег вначале лежал сегодня уже температура за 30 ничего нормально так вопрос был пересматриваешь иногда записи своего трейдинга не только трейдинга и брифинга и всего остального думаю сами понимаете зачем это нужно когда есть время конечно пересматриваю да погода отличная желательно конечно только в офисе не сидеть а так в принципе все хорошо так ну что начнем смотреть что у нас происходит знаете что неделька у нас будет такая себе прошлая неделя наверно всем понравилось очень такая активная была в принципе как и предполагали у нас среда четверг пятница были очень отличные дни связаны как раз и с фомсами многими другими новостями в пятницу gdp был и также серьезное количество отчетов было то есть очень много компаний отчитывались сейчас отчеты у нас продолжаются не так много у нас конечно эрнингов на сегодняшний день перед открытием today before market open у нас отчитывается если смотреть фильтры только 12 компаний на которые стоит обратить внимание это без и диаров не так уж много но если обратить внимание то стоит конечно выделить я чем кима на это у нас health care plans не так давно у нас и идти отчитывался вот в пятницу обратите внимание какие падения были у него серьезные то есть очень неплохой отчет был еще им уже на данный момент тоже отчитывается аналогично с серьезным гэпдаун и посмотрите гэп уже тут достигает киски до 6 поинтов то есть очень много WPI у нас отличный отчет очень часто частенько бывает ходит он тоже уже был некоторый гэп об сейчас будем смотреть насколько здесь будет возврат или не будет то есть точно стрит инсайдере посмотрим что с ней произошло HR тоже достаточно активная компания именно на отчетный период и nvx я бы выделил это у нас как раз нью-йоркская фондовая биржа nice euronext тоже она является имитентом акций на фондовом рынке что касаемо bk с еще в пятницу стоимость была около 14 долларов сейчас уже 26 сейчас уже 26 ну какие здесь догадки что с акция происходит у меня только два варианта либо это реверс сплит был либо акцию купили вообще там есть новость с тем что microsoft чего-то там проинвестировал в подробности не вдавался но что-то связано новость microsoft я так понимаю что microsoft себе на баланс уже bks будет ставить если не ошибаюсь это у нас и букс то есть электронные книги и так далее да там слияние поглощения по моему с microsoft там там связаны microsoft будет инвестировать 300 по моему миллионов долларов или что-то такое так значит скажи почему мы смотрим только компанию сей в принципе это я смотрю да то есть я это не один раз объяснял почему именно так происходит можете принимать как бы это себе можете скажем иметь свои какие-то определенные заметки допустим я не все и дар и исключаю допустим если взять компании те же там по моему если до веры x это у нас и дар но я его смотрю особенно на отчеты он неплохо ходит потом l в и б это тоже и дар но на отчеты он ходит я эти компании себе выписываю потому что я помню их еще что они на отчеты двигаются неплохо дело в том что что такое вообще country сей почему не торгуем мы к примеру ну возьмем допустим с н и компания да это sony corporation посмотрите на дневку нас большие разрывы большие gap up gap down постоянно происходит акции так торгуются связано это в первую очередь с тем что основная площадка для данной компании где она торгуется это токийская биржа у нас начинается азиатская сессия потом европейская потом американская и и если эта компания уже упала на токийской бирже то она на америке уже открывается с гэпом вот как здесь да то что она здесь прошла это очень большое чудо как правило она открывается с гэпом там ап или гэпом down и просто целый день отстаивается и ждет следующего дня следующей сессии по токийской бирже то есть она уже заранее отыгрывает движение которое как бы было поэтому я бы конечно adr и исключал бы особенно если вы там торгуете импульс утренний там первый час торгуете и так далее они очень часто плохо ходят так вот при марки трейдинг майка когда microsoft and because now it's the formation of the strategic partnership in a new barnes noble subsidiary да здесь уже новость только здесь получается один из семь миллиарда они не 300 миллионов это разные компании equity стек до 17 6 процентов понятно да там с microsoft там новость поэтому будет ли движение по этой акции сегодня или не будет я не знаю но при маркете уже достаточно активно она себя ведет бывает что рэнджуются очень часто акции при таких новостях бывают неплохо двигаются при том достаточно плотно можно конечно бики себе тоже на этом фоне выписать значит из основных gaps down gaps up так значит ну если он тоже начну у нас сегодня показывает очень большой гепп но здесь вряд ли сделка состояние поглощения просто скорее всего положительная новость значит основные компании которые можно выделить на сегодняшний день уже на премаркете обратите внимание на cs gap down неплохой более поинта полтора поинта практически ниже ну WPI это понятный отчет NUS посмотрите два дня продаж было серьезных акция с большим объемом торгуется он в любом случае сегодня резко не пропадет в любом случае будет здесь объем будет объем скорее всего и будет точка входа далее AH аналогичная дневка посмотрите акция на объеме сегодня объем тоже у нее и будет если я не ошибаюсь она конечно не shortable но в любом случае смотреть ее можно далее ETP тоже премаркет трейдинг уже довольно таки активный посмотрите здесь цена 48.00 была базочка некоторая на дневном чарте сейчас уже гэпом ее пронесли что касаемо акций DG то есть посмотрите здесь на DG где видно shortable или не shortable это я по памяти сказал это в терминале видно H ETP пишет yes easy to borrow yes значит пока пишет что все нормально то есть shortить ее можно hard to borrow none значит shortable акция все нормально а вообще вот здесь если здесь N буковка стоит значит нельзя ее shortить так 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 следующее значит DG обратите внимание в акцию пришел интересный алгоритм она началась торговаться такими базочками вот один день проторговалась вот второй день есть определенная система как она торгуется держит уровни определенные и сегодня тоже можно будет на этом фоне ее посмотреть то есть вполне возможно на H ее будут загонять уже тоже есть у нее положительный премаркет при этом всем у нас как видели фьючерс у нас немножко отрицательные импульса вообще никакого нет можно сказать очень слабый то есть такой фьючерс он вообще ни о чем не говорит Европа слабенько сегодня торгуется Азия только Китай у нас плюс 1,7 процентов Хэнксэнк индекс вырос серьезно пара евро доллар и фьючерс на золото и также нефть фьючерс на нефть тоже практически без движений там обычные спекулятивные колебания в коридоре поэтому пока у нас ничего нет и по новостям personal comment outlays у нас тоже недалеко от консенсуса там затрат доходы увеличились на 0,1 процент от ожидаемого а затраты уменьшились на 0,1 процент от ожидаемого то есть там тоже нету никаких разбалансировок то есть поэтому сегодня по основным индексам особо мы ничего ожидать не будем смотрите на хай находимся мы на левеле около 13 300 приблизительно 13 297 на 13 300 грубо говоря у нас идет левел и пока фьючерс показывает что силы не будет для того чтобы этот левел достичь так очень плохо вижу потому что шрифт здесь просто ужасно мы сейчас будем что-то делать а лэ скажи пожалуйста почему в грейбаксе отражается постоянно неверный текущий депозит в грейбаксе вообще не отображается депозит о чем вы говорите там отражается только бипи и все статистика и все остальное это запрос на почту риск менеджера там отдельно она все считается там не указывается обонплата еще там различных вещей и тому подобное бипи оно статическое оно не меняется оно меняется только там при определенных случаях так как видите уже пэй у нас тоже небольшой гэп даун есть да пэй есть у нас даунгрейд тут дойчбэнк ну что касаемо даунгрейда я эти новости особо не воспринимаю потому что они не всегда хорошо отыгрываются но судя по гэпу если влияет на акцию то в принципе может и возвращать на дневке она наткнулась в уровень поэтому оттолкнулась может опять к нему подойти отсюда значит диджи мы уже просмотрели да то есть дальше л вайби уже есть при марке тоже посмотрите 4450 уже остановилась акция м смотрели уже отчет также могут быть движения ну и сам тоже как видите здесь есть некоторые уже гэпап так так значит что касаемо пятницы тоже у нас есть некоторые стаки с предыдущих дней то есть уже смотрели посмотрите что делает бейджи каждый день возвращают пошла тенденция если пойдет тенденция на закрытие гэп ищите точки входа уровни поддержки их смещение и продолжение тренда очень неплохо акция может двигаться то есть как видите три дня пока идет очень неплохой тренд вот 20 минут на график обратите внимание значит CAB дневка тут сквиз вниз прошелся и тоже может пойти на закрытие сквиз DV на премаркете вот эти две свечки тени от 30 от 30 долларов смотрели то есть вот он произошел этот ап серьезную акцию подняли отстоялось можно смотреть будет ли продолжение то есть в принципе акция довольно таки акция довольно таки неплохая уже ESI конкурент немножко вышел вверх DV по-моему еще не отчитывалась поэтому все может быть желательно не отпускать ее с листа значит EW не знаю здесь вроде бы как все уже было но она на таких аях находится может еще дальше пройти IMAX посмотрите здесь на дневке такой молоточек показало что готовы покупать при падениях то есть вполне возможно будет выше она выходить ближе к Ньюхайе NAV тоже дневка начинает потихоньку после падения и гепчика возвращаться тоже можно понаблюдать NFX интересное положение на дневке здесь посмотрите 15-ти минутный чарт то есть тоже может 36.00 и выйти выше несколько дней просто левел держит NRGY но это после отчета сейчас акция достаточно волатильная проснулась она наконец-то тоже вышла вверх и тут пока еще есть объем NUS уже видели тут два дня падения тоже объем сегодня будет PAA кто наблюдает за акцией тут видел что здесь 81 уже держали цену несколько дней четко прошли на положительном фьючерсе эту цену и уже как уровень поддержки а не сопротивления начали держать эту цену и вот она спокойненько себе очень ужасным ходом но ее торговать нужно позиционно она показывает уровни вот здесь она показала что все хорошо и спокойненько себе 80 центов отсюда прошла то есть можно смотреть тоже на то что будет выходить она дальше но только в том случае если будут уровни потому что она достаточно тоненькая далее RAX то есть тут неплохо конечно ее несколько дней покупали вроде бы стремится она выше но тут пока не знаю объем особо в принципе не нарастает уже начал падать TAP TAP медленная акция может из базы выходить выше тоже на листе есть но надо смотреть TPX каждый день практически падает вот она опять упала и начала формировать уже уровни поддержки то есть на дневке возможно уже ее будут останавливать посмотрим что с ней будет так TWC здесь ничего интересного уберу ее с листа WDC после отчета есть объем еще может быть продолжение движения WLP так же как HUM и AET у них отчеты сейчас поэтому весь сектор может двигаться WPZ два дня хорошо купили отстоялось пока с листа не убираю и ZMH посмотрите вот эта вот база отличная была в 62.50 она держала и все-таки под конец дня она отошла я здесь был но почему-то я решил выйти сейчас я скажу где она подходила к 70 центам и почему-то вот здесь я решил выйти думал что все-таки ее вверх не выдвину то есть я уже вот здесь радовался что выпрыгнул отсюда забрал 10 центов и акция спокойненько себе все-таки вышла хотя у меня точка входа была 54 цента средняя и стоп по 49 центов вообще очень хороший объем был по бедам на самом деле произошла аккумуляция и акция очень неплохо сходила полпойнта очень классно вышло я по-моему ZMH в чат сбрасывал я точно не помню но вроде бы как сбрасывал очень кстати базы сейчас очень неплохо вообще во время отчета во второй половине дня очень неплохо такие вот вещи работают гейнеров смотреть уровни поддержки лузеров уровни сопротивления вот подобные посмотрите что делается не это не единичный случай очень по многим акциям тем более рынок у нас сейчас медленный вот тут уже начала 50 держать еще выше прошла и так далее очень много акций на самом деле с такими вот движениями вот вот аэпи здесь тоже от базочки вниз прошлась то есть очень много разных моментов как на лонг так и на шорт сейчас на это нужно делать упор от баз заходить желательно там 3 4 5 позиции и так далее очень удобный момент и тоже можно диверсифицировать некоторые формации брать на шорт некоторые на лонг то есть одна акция пройдет там 50 центов перекроет даже если все остальные пойдут в минус то есть очень неплохо сейчас работает рынок опять зашел в такую вот стадию медленного рынка то есть очень все потихоньку торгуются то есть посмотрите на основной индекс то есть такой он вяленький поэтому сейчас вот вторая половина дня акция от баз нету сил на пробой они просто отталкиваются и идут себе туда куда надо ну есть конечно такие как овс тоненькие те торгуются более активно но они тонкие их просто легче сдвинуть и в беи час это что такое да отличная база вот классный момент генер показала направление тоже вышла прошла некоторый уровень и вот 2100 удержала и прошла полтора поинта то есть очень классный момент и посмотрите вот еще одна точка входа 2200 на ценовой фигуре в начале как сопротивление сработало пробила и сделала уровень поддержки вот это самые классные моменты когда уровень сопротивления меняется на поддержке это самый классный пробой потому что они не сразу улетают потом затягивают там не среди нельзя сделать не объем набрать и так далее спокойненько она пробила себе отстояла здесь и пошла 60 центов очень даже неплохо и все тоже медленно тоже с уровнями спокойненько прошлась тоже и тут интересно не в кого не было перед этим тоже день роста был в хай закрылась и акции всегда что-то интересное делать и обращайте внимание когда в первые полчаса акции отстаиваются на месте в рейнджике они когда выходят в 10 часов очень неплохое движение могут делать хорошо на этом брифинг тогда и закончим то есть видите что акции у нас достаточно много сегодня в принципе по отчетам немного у нас таков потому что после закрытия у нас в пятницу нету репортов но есть некоторые акции которые до открытия сегодня отчитались есть одна макро статистическая новость фьючерса пока нету но советую как раз на вот этих вот акциях которые отчитываются и сконцентрироваться все всем спасибо хороших сделок сегодня всем и в чате еще встретимся по поводу новых каких либо вещах вещей объявлений всех остальных у нас сейчас будут намечаться некоторые конференции после праздников в любом случае я в чате и на брифинге на следующем буду оповещать все всем спасибо до связи